Честно говоря, были определенного рода вопросы от депутатского корпуса, и эти вопросы, которые в принципе до этого обсуждались и ложились на бумагу, потому как около 20 поправок парламент в свою очередь предоставил исполнительной власти, но из этих 20 поправок были приняты где-то две поправки, очень незначительные. Есть непосредственно приоритетные вопросы в этом соглашении касаемо НДС, касаемо порога входа этого инвестора на что. Честно говоря, мы вообще практически никакого ответа не услышали. Услышали то, что работа в этом направлении будет вестись, но как такового решения у нас не было. Также хочу остановиться на том, что ранее было составлено письмо на имя спикера парламента относительно участия общественных организаций, общественников в обсуждении, на что вот только что состоялся определенный разговор с спикером парламента и с непосредственными руководителями комитетов, и на что был получен ответ, что на этой неделе, где-то примерно в среду или в четверг, будет комитет с привлечением непосредственно тех людей, которые направили это письмо, направили это письмо и, соответственно, исполнительной власти, чтобы каждый, каждая из сторон донесла свои определенные аргументы. Ну, в общем-то, разного рода вопросы прозвучали, не только вот те две позиции, это касаемо НДС и Порога, также и касалось и банковской сферы, ну, все те вопросы, которые сегодня нас беспокоят и будоражат. Думаю, что коллеги тоже так же прокомментируют все обсуждение, которое происходило. Ну, соответственно, работа ведется, это не одним днем, а сегодняшнее обсуждение также показало некоторые те пробелы, которые существуют, которые надо решать. На мой взгляд, сегодня решения никакого принято не будет. Да, в принципе. В принципе, добавлять, наверное, уже и особо нечего. Эрик Сагателыч основные моменты отобразил. Если максимально простым языком говорить, упрощать результаты той встречи, которая сегодня проходила, могу сказать, что по всей видимости народное собрание пересмотрит еще раз, в том числе те предложения, которые мы готовили, и самые основные животрепещущие, которые больше всего волнуют общество и депутатов, будут подготовлены и в новом варианте, еще раз предложены с нашей стороны. Мы со своей стороны, ну, в большинстве своем депутаты, из тех, кто сегодня высказывались, говорили о том, что есть принципиальные вопросы, и то, будет такое соглашение подписано или ратифицировано, зависит от того, как они будут отображены в итоговом документе. Какие вопросы являются принципиальными? Ну, самый, наверное, основной, который сегодня обсуждали, это был вопрос, связанный с НДС. То есть это однозначно. Помимо этого, также очень много внимания сегодня уделили таким вопросам, как то, что присутствует такое понятие, как функциональные, многофункциональные комплексы. Строить все равно будет. Вот вы, как депутат, скажите, пожалуйста, это получается скрытая продажа апартаментов, то есть получается, что в разные документы, которые нам предлагаются, включаются вот эти элементы, которые при непринятии одного, но при принятии второго, опять-таки, интерес тех, кто собираетесь в стране. Ну, насколько я понимаю, насколько я разбираюсь, правда, да, это никак не будет связано. Многофункциональные комплексы, если даже за ними понимаются изначально теми, кто создавал этот термин, прописывал его, даже если они еще хотят под этой маской, скажем так, провести апартаменты, без закона об апартаментах, оно не будет действовать. Потому что это касается лишь тех режимов инвестиционных, которые предлагаются, но не самого явления. Ну, вот сейчас у нас на месте гостиницы Тбилиси строятся уже многофункциональные комплексы, то есть идет продажа, уже на стадии котлована. Ну, как вы понимаете, это не разу уже говорилось, что определенное понятие об апартаментах, оно сегодня тоже существует в действующем законодательстве, и исходя из этого они строятся. Но это не жилые коммерческие, так же, как и апартаменты предлагаются. Но поскольку этот статус, он, скажем так, очень непроработан, расплывчат, много проблем, не урегулирован, естественно, инвестор не хочет, наверное, ориентироваться и строить, исходя из вот таких неоднозначных документов. И они хотят, чтобы был именно закон. Но я сейчас это не связываю, я просто отвечаю на ваш вопрос. Многофункциональный центр, это совершенно не обязательно апартаменты, хотя вполне возможно и они. Сегодня речь шла именно о режимах инвестиционных. На каком этапе находится этот документ? То есть что мы сейчас можем сказать? Текст, есть уже текстовое соглашение? Да, конечно, мы, в принципе, работали над текстами, обсуждали сегодня, в том числе тот текст, который есть. Это проект, получается, соглашение. На данном этапе изменения возможны. Да, это все вопрос переговоров. Есть какие-то сроки, в которые вы должны уложиться? Как таковых сроков никаких нет, ни законодательства, никто их не закрепляет. Ну, единственное, конечно, нас попросили, насколько это возможно, быстрее подготовить уже окончательный вариант с теми поправками, которые мы считаем обязательными. Ну, вот вы отправили с 20 поправками, да, насколько мне известно. Вам вернули две одобренные. Что это за две одобренные поправки, которые... Я не работал над этими поправками, об этом, кусть больше расскажу, наверное, непосредственно те, кто работал, в Комитете по бюджету и в Комитете по бюджетному обеспечению. Насколько оправданы опасения, которые сейчас высказывают люди по поводу этого соглашения, вот с вашей точки зрения, как депутатом? Совершенно оправданы, да. Здесь абсолютно... Эти опасения абсолютно оправданы, они логичны, на мой взгляд, да. И принятие этого соглашения в таком варианте, оно очень пагубно отразится на нашей экономике. правильным умничком. Спасибо. Что такое, у меня более такое эмоциональное... Я, честно говоря, вы все услышали, что говорят мои коллеги, я другую сторону хочу озвучить. Я очень боюсь за эмоциональное состояние нашего президента. Он так долго и уклонно работал, что ему надо отдохнуть, он очень редко отдыхает. Я бы попросил, может быть его окружение, чтобы его определили в какой-нибудь санаторий, где восстанавливает моральное состояние человека, здоровье его, потому что в процессе солнечного разговора он такие непристойные стружественной манипуляции занимался. Мне кажется, что он уже просто перетрудился. И уходя, он просто, знаете, как нам приказ дал. Я приказываю работать. Он, видимо, попутал свою бывшую работу, где он доскидым мог приказы давать. Он, видимо, забыл, что он парламент. Депутатский корпус это независимый вид власти. Никто нам не имеет права приказывать. Кстати, мы как бы прокомментировали, или чем он даже ушел. Ну, может, не все. Но все хотели сказать, но один-два человека это мы все равно прокомментировали. Мы знаем, что нам делать, какие решения принимать, и как работать, и когда работать. Мы не подневольные его люди. А так, конечно, я все-таки за эмоциональное состояние очень беспокоюсь. За эмоциональное состояние надо ему отдохнуть чуть-чуть. То есть, вы почувствовали, что он оказывает давление на законодательный орган? Нет, он на то, что указывает, он пытается. Он пытается, да, пытается. Насколько это у него получается, вновь он покажет. А так, да, попытка есть, попытка есть. Но вот в процессе попытки у меня такое ощущение, что он сильно тратит свою энергию, эмоциональное состояние, его ухудшается. Я потому, как я уже посоветился, ему заняться своим здоровьем. «Давай перебивки сделаем побольше, побольше кадров». Я его не запщал. «Давай перебивки сделаем». и он их уверен, например, просто понятно, где написано принять закон, принять закон, как он может быть? То есть даже юридически, я дам в то время объясню, что вы даже юридическим грамотным называете этот документ обязательством, юридическим, любой юридическим вопросом. У нас на Требедь у нас, и потом, если взять, а потом вам подчеркнуть, в 2019 году согласованы перечень вопросов по гармонизации, и сейчас это две большие вопросы. Вот этот закон об инвестиционном партнерстве при нас тоже обсужден. Я прекрасно помню, что тогда именно. Мы в рамках комиссии создали отдельную группу, комиссию, по изучению конфликтных ситуаций в рамках взаимодействия российско-авказского комиссии. То есть Герия, Панов, Дангаров и так далее. Ну, в том числе и соглашение по защите недопрощения инвестиций, оно об этом. Совершенно верно, там это все, потом у нас там же есть защита от экспроприации в этом соглашении в 2019 году. Там есть также и признание судебных решений. Там все есть. Зачем новое соглашение? Ну, я не являюсь автором, у меня нет на это ответа. Не, мы же просто общаемся об этом уголовке. То есть юридически вообще все не бьется. Вообще не бьется. Можно в указах президента России, если они пишут, что рекомендовать в Государственной Думе рассмотреть. А у нас здесь нет. Ну, это же там юристы нормалились. А у нас как это мог пропустить? Как это мог пропустить АП? Я не понимаю. Такое это вообще невозможно. И эти товарищи, они это тоже сами понимают. Когда мы с ними общаемся, они говорят, а, ну, что нам делать? Подпись стоит? Стоит. Чья подпись? Работают с тем, что имеют подпись? Все. Они говорят, вы правы, говорят, мы вас понимаем, но подпись здесь не от ГУРАРЗНИПА, а СОНОБЖАНИЕСЯ. Мы ведь с ними работаем. Они нам дали обязательства. Мы в рамках их полномочий. И вот что происходит. Я не знаю, как-то надо нам всем как-то эту ситуацию идти. Потому что они, вот посмотрите за то, когда был Астанин Фудиш, да, мы все его уважаем, но он же открыто сказал. Почему, говорит, нельзя было принять судебное решение без давления? То есть, таким образом он говорит, вот надавили, говорит, на вас, вы приняли решение. Я не буду уже скомментировать там комсомольскую правду и все остальное. Поэтому как-то надо все вместе, я не знаю, какой-то выход найти. Есть у нас юристы. Насколько я понимаю, встреча планируется у вас в Народном собрании? Да, я так получил информацию, что в следующий день будет комитет, да? Ну, насколько я знаю, да, планируется не в рамках моего комитета. Два комитета будут совместные. Это и по международным вопросам, и по бюджету. И по всей видимости эта встреча состоится, в том числе и ваши опасения, и людей, которых вы представляете. Они там будут озвучены и будет, я думаю, какая-то связь. Ну, в принципе, да, вы же как-то... Сегодня я могу сказать, что, например, о НДС... Ну, ты вот, это скажу, так. А бре... Ну, а закон... А закон априс издрома ха... А бре а закон не декорться за за на парламенте хыс рак дзами? Уже мамо уже есть... Ая ха. Ну, кто-то кому-то обещал, это понятно. Ая ха. А бре аня закон в парламенте хыс рак дзами. Уан Ajжи Раобжия. А бре а-а, а-аندзер от изку брео. Бре дера не пасыли, а бра парламента, чьяган, и дербору, Бобару, Есть седьмая статья закона о международных соглашениях, они внесли поправку, хорошую поправку, что до подписания, пока они не подпишут, они должны парламент отдать на ознакомление. Да, это не обязывает исполнительную власть эти поправки или замечания парламента вносить, они могут и подписать, но это говорит о том, что парламент потом может не ретифицировать эти соглашения. То есть вот это сегодня идет обслуживание этого вопроса. И опасения, которые депутаты, я насколько видел, там есть ряд замечаний, там же консолидированы были поправки, то, что парламент направил в Министерство экономики за подписью «Почути». Вот эти поправки парламент отправил в исполнительную власть, что мы не согласны с этими пунктами. Чтобы они связались уже не по средствам, с теми, кто за этим стоит. В итоге сегодня президент пришел. Мы почему сегодня только сюда пришли? Потому что, к сожалению, нам показала практика, что президент оказывает прямое давление на парламент. Сейчас там на кого-то еще может это давление оказать, но все одинаково. Мы все помним, как здесь в 5 утра голосование проходило. Тоже это не очень было приятно. Поэтому мы и собрались. Но на следующих этапах мы у нас запланировали, у нас будет и с премьер-министром встреча, и в среду в 4 здесь будет комитет. Мы опять придем, уже с участием наших предстоитов. Это вопрос нам надо просто все вместе довести до логического совещения. Я могу сказать, что подавляющей большинстве, вот по вопросу, например, об освобождении ТНДС, как подавляющее большинство людей, которых это высказало, они подтвердили отрицательное отношение к такому-то. По другим вопросам были разные мнения. Они, естественно, дальше будут обсуждаться, и итоговое решение, которое мы примем, и те предложения, которые мы считаем обязательными, мы предоставим уже еще раз. Это сегодня их 20, их наверняка будет меньше. Их наверняка будет меньше, потому что от некоторых вопросов мы отказываемся. Да, потому что на некоторые вопросы и со стороны исполнительной власти были даны действительно неплохие ответы, исчерпывающие. По некоторым вопросам мы решили высказать свою позицию о том, что они обязательны. И без них вообще подписание соглашения не имеет смысла, поскольку Народное Собрание будет голосовать против. И, в принципе, если еще вопросы есть, отвечу. Если нет, не нужно. Так, ну что...